Музыка Очередное заседание президиума федерации профсоюзов Самарской области прошло в здании регионального министерства социально-демографической и семейной политики. И основным вопросом была информация председателя областного профсоюза работников соцзащиты Лидии Катиной об опыте работы по росту профсоюзного членства. Увеличение числа членов профсоюза в отрасли соцзащиты обеспечивается активной работой обкома. В частности, в течение 2018 года профсоюзом проводилась акция под девизом «Столетие создания системы социальной защиты Самарской области. 100% профсоюзное членство». Сегодня работники отрасли объединены в 228 первичных профсоюзных организаций. Для привлечения новых людей областная организация использует различные формы работы, проводит обучающие семинары, заслушивает на заседаниях президиума отчеты председателей первичных профорганизаций по мотивации вступления в профсоюз, организовывает встречи с трудовыми коллективами. Особое внимание уделяется адресной материальной помощи членам профсоюза, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Более 10 лет успешно действует система выдачи на возвратной основе членам профсоюза без процентных займов из кассы взаимополощи на потребительские нужды, в том числе на обучение стационарное и санаторно-курортное лечение. И это лишь часть большого профсоюзного труда. В заседании участвовала заместитель министра, руководитель департамента организации социальной защиты населения Галина Андреянова, которая в своем выступлении отметила конструктивную работу профсоюза отрасли и в целом профсоюзного движения региона, неоспоримую важность миссии профсоюза в защите интересов людей труда. В рамках выездного президиума прошло также заседание комитета коллективных действий Федерации профсоюзов по предстоящему празднованию Дня весны и труда. По сложившейся традиции, 1 мая у нас в регионе отметят с размахом. В Самаре нам будет участвовать порядка 30 тысяч человек, а по всей области около 100 тысяч. Ну, я заказал погоду, 1 мая будет солнечная погода, будет тепло. Я приглашаю всех на праздничные мероприятия с семьями, с друзьями, с родственниками, с детьми, с внуками. Я думаю, что этот 1 мая будет замечательным праздником для всех жителей нашей Самарской области. Наряду с этим в преддверии праздника весны и труда 30 апреля на стадионе Самара-Арена пройдет форум «Самарская линия успеха», в рамках которого будут награждены 6 организаций знаменами за эффективное социальное партнерство в сфере труда. 66 профессионалов года. Одна из семейных династий региона будет удостоена премии в размере 500 тысяч рублей. В областной столице прошел общегородской субботник. В нем приняло участие более 90 тысяч горожан. Самарцы убирали мусор в своих дворах и возле домов. Также люди приводили в порядок после зимы улицы, скверы, парки, территории у своих организаций. Сотрудники Федерации профсоюзов также вышли на уборку прилегающих к Дому профсоюзов территории и тротуаров. Участие в субботниках – важный элемент социализации общества. Жители каждый год активно поддерживают акцию и выходят на весеннюю уборку городов и поселений. Настроения отличные, как я думаю, что сегодня у всех небезразличных граждан Самарской области. Мы знаем, что сегодня на многих предприятиях люди вышли для того, чтобы наш родной город сделать чуточку краше. Очень высокую планку задал чемпионат мира по футболу в плане чистоты нашего города. И сегодня, ну, просто нужно всем вместе объединиться и поддерживать ее. Потому что Самарская область, каждый наш город – это наш родной дом. И нам всем хочется, чтобы здесь было чисто. Немного истории. В этом году отмечается столетие первого субботника. По сути, это день добровольного труда на общее благо. Люди разного возраста, социального статуса и положения в обществе вместе приводят в порядок свои территории. Работы, оказывается, порой весьма много. Но, как известно, труд облагораживает. А такой труд облагораживает и вовсе вдвойне. Стоит также напомнить, что весь апрель в Самаре проходил месячник по благоустройству, в котором приняли участие сотни тысяч человек. Среди них члены профсоюзов были самыми ответственными активистами, которые своими силами приводили областной центр в порядок после зимы. А это уже Новокубишевск. Здесь прошли одни из самых популярных стартов этого года. Профсоюзные соревнования собрали десятки участников. Для спортсменов тут не существует ограничения по возрасту. Каждый найдет для себя дисциплину по силам. К примеру, дартс. На первый взгляд все тут легко и понятно. Однако все меняется, как только начинаются соревнования. Потом это объединяет народ. Вот мы приезжаем уже, смотрю, уже десятки лет, встречаемся одни и те же. Народ не бросает, народ тренируется. И дома же, видимо, ходит, занимается и так далее. Так что нет, это объединяет. И радость не только в победе, но и в общении. В массовой спортивной среде нет больших призов и наград. Но есть самое главное – стремление соревноваться и побеждать. Волейбол – один из самых популярных видов спорта среди членов профсоюзов. На предприятиях создаются целые команды, которые участвуют в таких стартах из года в год. Уже не первый год тут участвуем. Причем люди, ну как бы мы знаем друг друга. И ну круто, когда такая компания здесь, мы собираемся с такой компанией. Для чего нужны такие компетенции? Для сплочения коллективов, почему бы нет. Мне кажется, в нормальных предприятиях такая сплоченность должна присутствовать. Бескомпромиссные схватки и зрелищные поединки. В профсоюзных стартах все то же самое, как и в большом спорте. Участники выкладываются по полной. Пусть порой не хватает профессионализма в той или иной дисциплине. Зато без удержного желания соревноваться, хоть отбавляй. Эти состязания оказались запоминающимися. Федерация профсоюзов Самарской области будет поддерживать и развивать массовый спорт и в дальнейшем.